Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня день памяти и скорби. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов возложил цветы к вечному огню и воину-освободителю в Парке Победы. 82 года прошло с того дня, когда нацистская Германия обрушилась на мирный, созидательный советский народ, превратив страну в кровопролитное поле битвы. Наши отважные солдаты на протяжении четырех лет воевали с вероломным врагом и его союзниками, чтобы остановить наступление гитлеровских войск и одержать победу. Прошли годы, но этот день остается одним из самых важных для нашей страны. Наши земляки достойно воевали на фронтах и добились значительных успехов на поле боя. 29 человек удостоены звания Героев Советского Союза и Героев России, а также 8 сынов Карачаева Черкесии стали полными кавалерами Ордена Славы, говорится в обращении главы Рашида Тимрезова. По традиции в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В Черкесске в Парке Победы собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций республики. Подробности у Али Баташева. Вечный огонь и множество зажженных свечей в руках. Портреты солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом за мирное небо над головой. В этот вечер на мемориале Вечной Славы множество людей. Их объединяет память о начале войны, длившейся 1418 дней и ночей и унесшей около 27 миллионов жизней. Мы зажигаем свечи и склоняем свои головы перед самоотверженностью военного поколения. И наш долг хранить память об этом подвиге, говорили выступающие. Мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем память тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков и детей. Я желаю вам, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вы всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. Пусть в нашей жизни всегда будет мир и счастье. Память погибших почтили минутой молчания. Свечу в память о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны, Умаре Махове и других героях фронта и тыла зажгла Софья Кирейтова. Многие родственники рассказывали, у которых и прабабушки рассказывали, как это было тяжело. Мы шли недавно к Вите раньше, который уже не стало. Она нам тоже раньше рассказывала, как они собирали хлопок сами. Поэтому это все очень трагично и не нужно это забывать. Многие ветераны Великой Отечественной уходят, но память об их подвиге продолжает жить. Зажженные свечи и множество цветов у мемориала Вечной Славы – еще одно напоминание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Алибаташев, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в школе поселка Майского Прикубанского района открыли мемориальную доску и парту героя-участника специальной военной операции Аслану Динаеву, погибшему в сентябре прошлого года. Подробности у Артура Мхце. Этим фотографиям чуть больше 10 лет. Выпускники 2012 года – школы поселка Майского Прикубанского района республики. В тот момент никто из ребят еще не знал, как сложится их дальнейшая судьба. Так Аслан Динаев позднее выучится на юриста и отправится служить в армию по контракту. Был таким же, как и все остальные мальчишки. Игривым, и иногда озорным. Веселым был. Увлекался спортом. Он любил бокс, занимался боксом. Когда началась специальная военная операция, Аслан с первых дней был на передовой. Я всегда поражалась его мужеству. И родителям всегда говорила, что воспитали настоящего мужчину. В июне прошлого года участник специальной военной операции Аслан Динаев был ранен. Но в скором времени вернулся в зону боевых действий, чтобы продолжить выполнение поставленных президентом России задач. По словам родных, парень не мог себе позволить поступить иначе. Ведь на передовой оставались его земляки – друзья, сослуживцы. Врач сказал, я тебе комиссую с таким этим. Он подпрыгнул, встал и сказал, я здоров, и пошел. Когда заканчивался контракт у него, все уговаривали, все, ты повоевал, хватит. Он заново заключил контракт. Как я могу там бросить своих друзей, которые там остались? К сожалению, его последняя командировка в зону спецоперации завершилась трагически. В середине сентября он погиб. В память о земляке школьный поисковый отряд носит его имя. И вот теперь в родном образовательном учреждении состоялось памятное мероприятие, на котором именно Аслан был главным действующим лицом, невидимым и тем не менее осязаемым для всех присутствовавших на митинге. Примечательно, что открытие мемориальной доски Аслана Динаева прошло в день, когда в нашей стране напоминают о начале Великой Отечественной войны и борьбе с фашизмом. Добрые слова, цепляющие за живое мелодии. И слезы. А в самой школе в память об Аслане открыли парту героя. Право сесть за нее первыми получили лучшие ученики. Не исключено, что однажды этой чести удостоится и Бееслан Динаев, который, несмотря на юный возраст, знает все о старшем брате и его боевом пути, гордится им и точно знает, с кого будет брать пример. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Ночью 10-12, а днем 25-27 градусов тепла. В спорткомплексе «Юбилейный» впервые прошел турнир по плаванию памяти героя России летчика Канамата Баташева. Участие в состязаниях приняли юноши и девушки из Карачаева-Черкесии, Невиномыска и Белгородской области. О спортивных баталиях на водных дорожках расскажет корреспондент Артур Мкце. Спорткомплекс «Юбилейный» на один день стал, можно сказать, центром притяжения для поклонников нескольких состязательных дисциплин. Так, на водных дорожках бассейна увлекательный турнир памяти героя России Канамата Баташева был организован для юных плацов из Карачаева-Черкесии, Ставрополя, Белгородской области и новых российских регионов. Ребята с Донбасса и Луганской области, к сожалению, остались дома. Но и без них соревнования обещали бескомпромиссную борьбу талантов. Участники у нас приехали с Белгородской области, то есть это беженцы, сильные очень ребята. Мы благодарны, что они посетили нас, потому что не понаслышке они знают, что такое патриотизм, так как эти соревнования посвящаются лётчику Баташеву, герою России. Каждый участник турнира рассчитывал показать свой лучший результат и победить. Тем более, что в детско-юношеском спорте на первое место выходят страсть, азарт, а не соревновательный опыт. Но и о планах на будущее ребята тоже стараются не забывать. Как о спортивных, так и для души. Сколько времени занимаешься плаванием и чего хотелось бы добиться? Я занимаюсь плаванием с шести лет, и я хотела бы для начала добиться второго взрослого. Очень интересно, никогда здесь не бывал, в этом крае. Очень хотелось бы побывать, посмотреть побольше. Здесь говорят красивые виды, там горы. В первую очередь вы приехали для того, чтобы посостязаться. Что за дисциплина и каковы результаты в принципе в спортивном плей? Ну, сегодня я буду плыть 100 метров вольный стиль. Планирую проплыть по лучшему результату своему. Это в районе 52 секунд. К сожалению, у зрителей было не так много возможностей наблюдать за борьбой, развернувшись на водной глади, и подбадривать своих. А потому сами ребята поддерживали друг друга, гнали к финишу. Впрочем, в подобных турнирах результат отходит на второй план. Хотя не стоит исключать, что кто-то из нынешних призеров в будущем поднимется на высшую ступень крупного плавательного турнира. Артур Махцелий-Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. С 19 по 28 июня на территории Республики региональным управлением Федеральной службы судебных приставов России проводится совместное с органами внутренних дел оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Рейдовые мероприятия направлены на выявление лиц, не уплативших административный штраф в установленный законом срок, на взыскание данных административных штрафов, а также на привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафа. Помимо этого, рейды проведут на объектах транспортной инфраструктуры. Зная правила движения, как таблицу умножения, закрепить знания детей по правилам дорожного движения в игровой форме решили сотрудники Косоавтоинспекции Карачаевского района совместно с отделом образования Карачаевского городского округа. Квест по правилам ПДД прошли команды соперники из пришкольных лагерей. Вместе с ними дорожные ребусы разгадывала и Фатима Дорожного движения. Наш отряд не угомон! Наш девиз! Кукурене сердце вон! Наш отряд не угомон! Перед началом игры соперники повторяют речевки и девизы, потому что будут оценивать синхронность исполнения и уверенность речи. Четыре команды, представляющие городские школы, сошлись на главной площади Карачаевска, где пройдет квест-векторина по правилам дорожного движения. По словам организаторов, игра призвана формировать у детей правильное поведение на улицах и дорогах, развивать коммуникативные навыки, творческие способности, логику и мышление. Мероприятия проводим и задания проводились с учетом их возраста, то, что им интересно, то, что они хотели узнать. Всякие ребусы детям, даже взрослым интересно разгадать эти ребусы. И вот увлекательное дорожное путешествие началось. Первая – это станция Пазл. Пазл – это, наверное, знатные люди Карачаев, нет? Квест представляет собой соревнование между командами. Задача – пройти игровые этапы согласно маршрутному листу и набрать максимальное количество баллов. Если ребята успешно выполнят все задания, отгадают все загадки и кроссворды, то в конце маршрута их ждет сюрприз. Если на переходе горит светофор и инспектор ГИБДД также руководит движением, то чьи сигналы вы будете слушать? Светофор. Светофор. ГИБДД. ГИБДД. Победителем квест-игры в командном зачете станет команда, которая пройдет маршрут максимально быстро и наберет большее количество баллов за выполненные задания на игровых точках-остановках. Преодолевая трудности, двигаясь дальше по сюжету к намеченной цели, команды проявляют характер. Такой игровой подход к обучению помогает лучше усвоить необходимый учебный материал, считают организаторы. Изучение правил дорожного движения в школах также необходимо, как изучение основных предметов русского языка и математики. Ведь безопасность жизни наших детей важна не менее, чем показатель интеллектуального развития, даже и значительнее. Участникам приходилось взаимодействовать друг с другом, анализировать имеющуюся информацию, использовать эрудицию, проявить смекалку и демонстрировать свои таланты и знания. Правила дорожного движения я знала с садика, но знала я максимум пешеходный переход. А в школе, прямо с первого класса, нас начали знакомить с правилами дорожного движения. Самое главное правило какое? Самое главное правило – это то, что правила дорожного движения нужно не только знать, но и соблюдать. Все-таки мы нашли, куда надо бежать, куда идти, к каким скамейкам, к каким людям подходить, спрашивать. Мы спрашивали у учителя, мы находили пазлы, мы работали всей командой. Подравилось? Да, очень. Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важнейших проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, считает старший лейтенант полиции Диана Джужуева. Страшная статистика смертности и повреждения здоровья во время ДТП просто ужасает. С начала года у нас в Карачаевске, в Карачаевском городском округе было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. К нашему сожалению, 4 человека погибли, 21 получили травмы, в том числе и 2 несовершеннолетних. Проведение такого рода мероприятия предиктовано самой жизнью. И чтобы был какой-то результат, нам нужно в совокупности, совместно с родителями, учителями и сотрудниками ОКИБДД проводить такие мероприятия. По итогам квест-игры самым лучшим знатоком правил дорожного движения оказалась дружная команда ребят из первой школы города Карачаевска. Именно им достался главный приз и диплом первой степени. Фатима Дорова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Операция престол». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!